А далее, как пример того, что явно следует перестраивать. Все больше жителей республики волнует судьба старых заброшенных строений. Проблема актуальна и для городов, и для небольших сел. Говорят, причина всему – отсутствие единого механизма, позволяющего сносить ветхие дома. Виктория Палкина попыталась ответить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоимость сноса этой деревянной школы на сегодня составляет 7 миллионов рублей. Понятное дело, что на эти цели в муниципалитете, в местном бюджете, средств не было предусмотрено. Потому что, честно говоря, 7 миллионов можно потратить на возведение чего-то нового, чего-то хорошего, чего в районе не хватает. Поэтому, конечно, проблема на сегодня такая есть. Мы, конечно, разговариваем сегодня и с местными предпринимателями. Еще как минимум 3 муниципальных строения портят внешний вид райцентра Сысельского района. Ну а сколько таких неприглядных частных построек, и пересчитать никто не возьмется. Раньше все было гораздо проще, говорят в сельской администрации. Проще договориться с людьми, проще снести. Весь деревянный хлам пускали на растопку общественной бани Визинги. Что не подходило для этих целей, свозили на свой полигон. Но пришла новая схема обращения с отходами. И подобные манипуляции попали под запрет. И об этой проблеме сегодня говорят все главы сельских поселений. Новая схема обращения с отходами. То есть сегодня очень тяжело куда-либо утилизировать. То есть если мы раньше предпринимали какие-то меры по сжиганию, сегодня это все запрещено. И есть проблема, что сейчас будет тяжелее делать. Потому что заключать контракт с регоператором, вывозить за 200 километров, это не совсем приемлемая такая схема. То есть в последнее время мы использовали деревянные здания, разбирали и использовали для отопления местных котельных. То есть такая схема вполне, в принципе, рабочая была. Сейчас это, к сожалению, уже уходит в историю. И, скорее всего, вот большой проблемой снос, дальнейший снос каких-либо сооружений. У каждой проблемы должно быть решение. И его, похоже, нашли в Старожевске, что в Каткиросском районе. Только цена уж слишком велика. Так здесь задумались снести бывший пункт полиции и остров сгоревшего жилого дома. Нужной суммы в бюджете не нашли. Пошли по проверенному пути. Народный бюджет нам в помощь. Мы заявлялись на 23-й год. К сожалению, нашу заявку не одобрили. Но 24-й год, но мы учли те ошибки, которые нам указали. На 24-й год, опять же, население подняли этот вопрос. Мы будем заявляться. Убрать чистоту навести надо. К сожалению, это очень большие суммы. Вот эти два объекта нам обходятся почти на 900 тысяч рублей. В том же Прилузском Ношеле тоже наводят порядок на улице благодаря народному бюджету. Если это касается муниципальных строений. Так, к примеру, на месте бывшего леспромхоза появился парк. Большой и чистый. С тренажерной и детской площадками. Но если дело касается частного сектора, здесь все сложнее. В последнее время проводили активную работу. И основные улицы у нас почищены. То есть таких зданий, которые бы внешний вид села портили, их практически не осталось. То есть есть старые дома частного сектора, где есть владельцы, которые, к сожалению, самостоятельно пока не принимают никаких мер для того, чтобы утилизировать старые постройки. Хотя мы об этом постоянно говорим на всех собраниях граждан. Мы даем уведомления людям, готовы помогать. Конечно, мы же всегда говорим о том, что мы бы уже это все сделали. Дайте нам разрешение. Но тут возникают вопросы. Либо эти владельцы где-то уехали уже достаточно далеко, давно мы не можем найти. Но и без разрешения их мы тоже не можем прийти и разобрать. Жители райцентра Перлузского района на сельских сходах тоже поднимают вопрос по сносу ветхих строений. Они не только портят вид, но еще и небезопасны. И если центр обьянчиво, территория свободная деревянного хлама, то на других улицах работы еще много. Есть, правда, положительный пример, когда неравнодушные сельчане берут все в свои руки. Такая работа очень хорошо поставлена в селе Черныш. Значит, там у нас имеется церковный приход. Отец Иннокентий очень сильно ратует за внешний облик села непосредственно. И с помощью прихожан к нему обращаются непосредственно граждане помочь убрать здание. Они как-то это все, я вам скажу, что довольно-таки успешно у них все это получается. Часть остатков, фрагментов заброшенных и аварийных домов, они, значит, сжигают непосредственно в печах, в частных подворьях. Часть, значит, расходуют какие-то пригодные материалы непосредственно для нужных церквей. В Искуломском районе некоторые главы сельских поселений на свой страх и риск берут с родственников бывших владельцев брошенных зданий расписки. Мол, они не против того, чтобы такие строения снесли. Но в местной администрации уверены, что пора разработать официальный механизм изъятия такой собственности. К примеру, установить определенный срок. И если владелец самостоятельно не наведет порядок на своем участке, уже через суд изымать землю и передавать в собственность району. Для нас это было бы находкой в той части, что сегодня многие населенные пункты уже на пределе по выделению дополнительных земельных участков под строительство. И тогда можно было бы где-то в центре уже населенных пунктов, не на окраине, изъять это жилое помещение, снести его и этот участок предоставить в аренду или в собственность тем, кто желает построить новый дом. Конечно, мы заинтересованы, но сегодня ограничены рамками закона. Это стало бы палочкой-выручалочкой не только для сельских, но и для городских властей. В столице Коми нехватка земли тоже стоит остро. Это один из спальных микрорайонов столицы. Депутат этого округа Дмитрий Ильин здесь прогуливается часто. И меняется образ улиц на глазах. Но меняется не так быстро, как хотелось бы. Вот, к примеру, здесь явно готовят площадку под новую многоэтажку. Ну, вообще, в целом, вот это уже дом продали, как мы узнали. Здесь сейчас ведутся переговоры по приобретению земли. Ну, думаю, что в скором времени к общему знаменателю они придут. И здесь будет одна из новостроек красивых, больших, современных, благоустроенных города Сыктывкара. Впрочем, старые деревяшки могут попортить картину и уже готовых жилых комплексов. Вот пример новостройки, школа и островок прошлого прямо в центре столицы Коми. Администрация работает по этому участку, заверил депутат Ильин. Но все, что связано с земельными вопросами, процедура очень долгая. Именно по этому адресу, да, Карл Марса 127, сейчас администрация уже, по сути, выкупила это помещение, да, ну, участок земли, жильцы планово выезжают. Вопрос только времени, да, то есть как только они освобождают помещение полностью, то есть будет администрация здесь его сносить, выравнивать участок. И думаю, очень хочу верить, что в этом году у нас здесь будет ровное, красивое пространство к школе. У большинства этих, казалось бы, нежилых строений есть собственники. Но у каждого найдется много причин оправдать себя, почему он довел строение до такого состояния. Как говорят эксперты, особенность менталитета – право собственности есть, чувство собственности, а точнее ответственности – нет. Время содержания даже уничтоженного имущества лежит на собственнике. И каждый собственник, владелец, неважно какого дома, многоквартирного, да, там, собственники квартир, частного дома, они обязаны, если дом разрушен, принять все меры для того, чтобы, первое, оградить окружающих от этой небезопасной конструкции. И второе, они должны предпринять меры по соблюдению действующего законодательства, а именно, уничтоженное пожаром, разрушенное здание необходимо будет снести. Униципалитету, на самом деле, финансово затраты нести не обязательно. Необходимо лишь предписание собственникам в свое время на выдавать. Сегодня общественная палата региона в рамках проекта «Безопасное детство» ведет реестр таких заброшенных объектов. Это и дома, и старые бани, сараи, бывшие коровники, речные пристани. В списке уже больше 200 пунктов по всей республике. Они представляют опасность. Уже не единожды муниципалам говорили рассматривать эти площадки как приманку для инвесторов, ведь большинство из них с подведенными коммуникациями и дорогами. На их месте вполне могут появиться новые современные объекты. Но это вопрос завтрашнего дня. А сегодня жители сыктывкарских многоэтажек продолжают не радовать стоящие по соседству заброшенные строения.